Самооценка – это когда сам себя оцениваешь, а самопринятие и самоценность – это когда перестаешь бороться с собой и освободившуюся энергию направляешь на то, что тебе нужно и то, что тебе нравится. И сегодня на связи с маминой школой как раз эксперт в этой теме, автор курса «Самооценка» психолог Анастасия Тутик. Настя, добрый день! Добрый день! Настя, скажи, пожалуйста, можно ли за один раз, один раз в жизни самостоятельно или с помощью психолога поработать над своей самооценкой, сделать ее высокой, адекватной, крепкой, и вот чтобы всю жизнь она такой оставалась? Ну это просто мечта, да, вот на самом деле, раз уложиться и… И больше как бы не возвращаться. Да, законсервировать ее в таком блестящем состоянии. Но так же, как невозможно раз и навсегда выздороветь, раз и навсегда похудеть, да, нужно постоянно этим вопросом заниматься. Это так и с самооценкой, к сожалению. Я почему спрашиваю? Потому что мне кажется… Вот просто есть в моем окружении женщины, которые себя критикуют как раз за то, что у них недостаточно высокая самооценка. И мне кажется, это еще больше их самооценку занижает. Это так? Это вообще удивительный феномен, да, когда ты обнаруживаешь в себе боль и вместо того, чтобы себя поддержать, начинаешь теперь уже за эту боль себя казнить. Да, на самом деле это только усугубляет ситуацию и говорит об отсутствии того самого самопринятия, которое ты упомянула в начале. Вот, кстати, давай про самопринятие поговорим, потому что я тоже вот в последнее время часто слышу, что самооценка – это не то. Это вообще вот на это не стоит обращать внимание, потому что там ты себя оцениваешь, а ты можешь в этих оценках ошибаться. А вот как раз самопринятие и вот самоценность – это те вещи, над которыми стоит поработать. Объясни, в чем разница? На самом деле, я думаю, что для обывателя это не самый принципиальный вопрос, да, это, скажем так, споры психологов, ученых, которые там уточняют понятия. И им нужно их разводить. Для нас это не такая первостепенная задача, но все же, да, если говорить о самооценке, на самом деле оценка – это какой-то срез, да, она актуальна здесь и сейчас, когда вот я в определенном состоянии. Но спустя какое-то время эта оценка может быть уже не актуальна, уже не соответствовать реальному положению дел. И поэтому заботиться о том, чтобы как-то правильно себя оценивать, наверное, это не та задача, которую стоит преследовать. А вот самопринятие – это про то, чтобы иметь к самой себе добрые отношения, учиться себя поддерживать, учиться быть на своей стороне, учиться прощать себя за ошибки, учиться сочувствовать себе, сопереживать, когда ты в трудностях, да, и принимать свои ограничения в том числе. То есть это про отношения с собой. А самоценность – это про то, что я допускаю, что я вообще достойна уважения, я носитель чувства собственного достоинства, определенной ценности, которой другие люди не обладают. И вот эти вот вещи, они, конечно, больше отражают те цели, к которым нам стоит стремиться, именно самопринятие. И вот это вот ощущение самоценности. А почему, Настя, у женщин с этим проблемы? Почему им трудно относиться к себе с состраданием, жалеть себя, любить себя, беречь себя? На самом деле, я думаю, что эти проблемы не имеют каких-то гендерных предпочтений. Не так давно у меня был разговор с одной знакомой, которая замужем за иностранцем, то есть мужчина, еще и иностранец, еще и страны, о которой мы так вот, как правило, есть такое впечатление, что там к детям относятся хорошо и вообще так вот очень эмоционально и включенно. Но то, что она рассказывала, свидетельствует о таком лютом просто внутреннем критике, да, вот в ее муже, что я думаю, что эта проблема не имеет гендерных предпочтений. Мужчины тоже от нее страдают, не меньше, просто проявляется это по-другому, просто потому, что мы разные. Проблема накладывается на разные исходные данные, и получаются разные следствия. Но, по сути, ей, этой проблеме склонны и те, и другие. Но женщины, во-первых, вот опять же, да, мы говорили о том, что можно себя ругать за низкую самооценку, но можно себя похвалить за то, что у меня есть внутренний критик, потому что это свидетельство определенного личностного развития, то есть у меня есть отношения с собой. Да, они пока плохие, они пока немирные, это пока борьба, поле боя, но они есть, потому что у огромного количества людей этих отношений с самим собой может просто не быть. Силу просто еще меньшего личностного развития, да, что они не дошли до этой стадии, когда можно выстраивать отношения с самим собой. Что-то из серии про синдром самозванца, про него тоже говорят, что страдают им только люди действительно талантливые, с какими-то успехами, а люди, которые еще до этого уровня не доросли, они вообще, в принципе, об этом не думают. Хорошо, Настя, вот смотри, вот есть ситуация, допустим, мамы пишут мне в мамину школу, что страдаю от эмоционального выгорания, очень устала, и я ей вот буквально по пунктикам быстро набрасываю, что нужно сделать. Просить о помощи, немножко делегировать какие-то дела, убрать то, от чего можно отказаться, и каждый день себя радовать. На что мама мне отвечает, я не могу все это делать, потому что я мама троих детей, у меня нет на это возможности, нет на это времени, никто мне не помогает, я каждую ночь плачу в подушку. И в этот момент я начинаю думать, может, дело не в том, что действительно нет возможности, денег, помощников, а может вообще вот именно дело в том, что с самоценностью проблемы, то есть ты сама для себя не цена, поэтому вокруг тебя вот так все к тебе относятся. Есть тут такая связь? И вообще все мамские проблемы не стоит ли начинать с того, чтобы решать вопросы собственной самооценкой? Я вообще хочу сделать сейчас официальное заявление и выразить благодарность вашей команде за то, что вы взялись за такую непростую и неочевидную тему. Потому что мамы, как правило, что делают? Они тушат пожары. Вот тут загорелось отношения с ребенком, он не слушается, с мужем ссорюсь, финансовые проблемы, еще что-то, тушим пожары. А понимания того, где корни этих проблем лежат, у нас нет. И копаться туда не всегда хватает ресурсов, каких-то сил. И поэтому тема самооценки не так очевидна и не так популярна. И поэтому я прям хочу выразить вам благодарность за то, что вы за нее взялись, хотя она может быть не такая хайповая, как, например, тема горшка, которая бы там набрала кучу просмотров. И о ней говорить не очень просто. Но я с тобой вот абсолютно в этом вопросе готова согласиться, потому что даже есть исследования, которые это подтверждают. И даже, возможно, наш с тобой пример в свете этого вопроса тоже может быть иллюстрацией. Я мама четырех детей, которая воспитывает их одна. Но при этом у меня хватает времени на самореализацию, на какую-то активную довольно разностороннюю жизнь. Учишься ты много при этом. Да, и получается, что проблема не в условиях, хотя мне тоже никто не помогает. В нашем городе не живут мои родственники или еще кто-то. Но при этом это возможно. И вот те проблемы, которые мамы имеют в жизни, как правило, это следствие того, что у них есть сложности с самооценкой. Как работают убеждения, мысли, которые мы прокручиваем у себя в голове, притягивают к нам определенные ситуации. Как направить это на себя, а не против, разбиралась супермама Таня. Если вы считаете себя неудачником, вам всегда будет переходить дорогу черный кот, а маршрутка обязательно попадет в пробку. Глубинные убеждения формируются еще в детстве и влияют на наше поведение во взрослой жизни. Мужчина задерживается на работе. И разные женщины в этой ситуации испытывают разные эмоции. Например, эта женщина испытывает злость, потому что она думает, что вечно он задерживается на этой работе. Ему работа важнее, чем я. И своими мыслями она может усиливать эти эмоции. Другая женщина будет тревожиться, потому что она будет думать, что с ним что-то произошло. Она будет сидеть, тревожиться, тоже накручивать себя. Ей будет становиться плохо. Третья женщина будет радоваться. Она будет думать, что у меня есть еще немного времени, Я сейчас успею накраситься, приготовить вкусный ужин. Прекрасно, да, хорошо, что он немножко задерживается. То есть наше мышление влияет на то, как мы себя чувствуем и то, как мы ведём. Психолог Юлия Кесарь считает, менять убеждения можно, но для начала их нужно выявить. Для этого специалисты используют протокол СМЕР. Заполняем таблицу, вписываем ситуацию, мысли и эмоции по этому поводу, фиксируем физиологическую реакцию организма. А теперь смотрим на себя со стороны. Например, мама есть, у которой ребёнок подросткового возраста, и он не отвечает на телефонный звонок. У мамы возникает злость, ком в горле. И вот у этой мамы такие мысли автоматически. Она меня игнорирует, я с ней договаривалась, ей всё равно на мои слова, у нас плохие отношения. И вот промежуточные убеждения – это те правила, которые человек усвоил для того, чтобы не сталкиваться на самом деле с этим глубинным убеждением. И вот у этой мамы такие правила. У хороших матерей дети слушаются, и, соответственно, из этого вытекает, она себя считает плохой матерью. Чтобы из автоматических убеждений прийти к глубинным, можно использовать технику падающей стрелы. Четыре вопроса, которые помогут найти ответ. Что это для вас значит? Предположим, что это так, к чему это может привести, что за этим последует, и что это говорит о вас? То есть не просто игнорирование нас так затрагивает, не ответ на звонок, а то, что человек в этой ситуации ощущает себя каким-то плохим. Самая доступная попытка изменить наши мысли, а соответственно и реакцию на них – это техника «за» и «против». Приводим доводы в пользу и в противовес своего убеждения. Похожий способ – метод сравнения. Оцениваем собственные убеждения по шкале. Насколько вы считаете себя плохой? Человек говорит, например. Ну, на 80%. Вот на 100% самый плохой человек на свете, самая плохая мать – это кто? Вот приведите пример. Можете вымышленный, можете какого-то персонажа. Человек думает и говорит, ну, это, скорее всего, мать, которая оставила своего ребенка. Приведите пример, где у женщины, как у матери, 0% плохости. Ну, это мама, которая сосредотачивает свою жизнь вокруг ребенка. И когда человек привел эти примеры, мы просим его еще раз оценить. И человек уже в этом сравнении задумывается. Даже если на 50, на 20, на 30 – это уже хорошо, это уже прекрасно. То есть мы чуть-чуть расшатали вот эту вот сферу убеждений человека. Определенное мышление можно сравнить с привычкой. Чтобы изменить ее, трех недель недостаточно. Важно тренировать новый способ мышления с помощью техник и действий. Про самооценку самоценности, самопринятие говорим мы сегодня с психологом Анастасией Тутик. И в этом блоге будет про то, как перестать критиковать себя. Настя, я не знаю, замечаешь ли это ты, но я это точно замечаю. У меня такое ощущение, что мамы, вот они вообще самые главные самокритики. Причем критикуют они себя совершенно за противоположные вещи. Одна критикует себя за то, что она много работает, другая за то, что она мало работает. Одна слишком много проводит времени с детьми и слишком их опекает, другая слишком мало времени. Одна развивается, другая не развивается. Одна водит машину, другая не водит. Одна рисует, другая не рисует. И вот это вот слушаешь и думаешь, господи, женщина, ну почему вы так критично относитесь к самим себе? Вокруг столько желающих нас покритиковать, еще и вы себя этой критикой добиваете. Почему так происходит? Это такой непростой вопрос, да, и, вероятно, корни стоит поискать в хоре голосов, которые когда-то, да, эту женщину окружали. Как правило, очень жесткий критик говорит голосом какого-то жесткого взрослого, который был рядом с этой девочкой в детстве. Да, это может быть бабушка, какой-то учитель, а может быть родители, может быть это вообще какая-то такая сборная солянка, да, разных критических голосов, которые настолько критические, да, настолько критикующие, что загнобили внутреннего ребенка и не дали вырасти внутреннему взрослому, который бы сформулировал, сформировал свой собственный взгляд на себя. То есть получается, вот эта женщина, которая уже взрослая, она продолжает смотреть на себя чужими, вот теми недовольными, критичными глазами. И вполне возможно, эта оценка ее уже совсем неадекватна. Она ведь выросла, она изменилась, она стала мамой, да, много чего освоила, имеет какой-то опыт, но смотрит на себя все еще с той колокольни, скажем так. А этот поток самокритики в адрес самой себя вообще можно как-то остановить? Я почему спрашиваю? Потому что я уверена, что женщины, во-первых, не очень-то хорошо себя чувствуют, вот когда сами себя ругают. А во-вторых, женщины, которые критикуют самих себя, мне кажется, они очень критично и ко всему окружающему относятся. В частности, к своим детям. То есть если я себе не позволяю, если я себя ругаю, то собственных детей я буду ругать еще больше. И мне кажется, это уже большая причина для того, чтобы поработать с собственным вот этим вот внутренним критиком. Как его остановить? Даже говорят, как его заткнуть, прям вот такие вопросы формулируют. Да, очень часто спрашивают, как заткнуть, но это опять же, да, из крайности в крайность. Затыкать не надо. Вообще вот эта тенденция с собой бороться, бороться со своей тревогой, со своими страхами, со своим внутренним критиком, усиливать эту внутреннюю борьбу, это тупиковый вариант. Поэтому бороться не надо. И это как попытаться убрать из природы черный цвет. Да, вот, ну, давайте уберем из природы черный цвет. Понравится нам результат? Нет. Нет, нет. Получается, что та часть меня, которая ошиблась, которая расстроилась, которая нуждается в поддержке, которая нуждается в том, чтобы похлопали по плечу и сказали, попробуй еще раз, у тебя обязательно получится, получает еще от меня же пинок под зад, потому что я сливаюсь со своим внутренним критиком, а не подвергаю критической оценке его слова, не перепроверяю их, не думаю, ага, подожди, дай-ка я проверю, ты правду говоришь? Это действительно так? Или, может быть, это уже не соответствует действительности? Если, Настя, человек, принял решение, женщина, я вот хочу поработать над самооценкой, вот с этим голосом, вот с чего ей нужно начинать? Есть ли какой-то там пошаговый план? Я думаю, что для начала в этом нужно немножечко побыть, потому что то, что мы вывели этот вопрос из такого поля неосознанности на свет, да, из темноты в свет, в поле осознания, это уже большой шаг. И просто над этим подумать и понаблюдать за тем, а как это у меня, это очень хорошая практика. Есть же шанс, Настя, что в этот мозг, в это время, в этот момент твой мозг начнет сопротивляться и будет говорить тебе, ой, зачем тебе напрягаться, это опять надо будет привыкать. В принципе, было плохо, но и так хорошо, оставь. То есть вот надо немножко в этом пожить, чтобы мозг немножко успокоился, да, принял эту мысль. Да, и в идеале, конечно, это поработать с психологом, да, или в какой-то трансформационной практике, в какой-то, может быть, терапевтической группе. Кому-то достаточно того, что у них есть такие очень зрелые, очень поддерживающие друзья или поддерживающий муж, который тоже может повлиять, да, и немножечко перезаписать этот голос внутреннего критика. Но мне кажется, для этого обязательно нужен кто-то другой для того, чтобы получить вот этот вот эмоциональный опыт, что оказывается, кто-то может меня выдерживать вместе с моими недостатками. Оказывается, это наших отношений не разрушает, да, оказывается, я цена даже не идеальная, да, и вот для этого нужен другой, для того, чтобы мы свое отношение к себе немножечко перезаписали. Как говорится, все, что рушится в отношениях, лечится тоже в отношениях. И вот эта вот история, о которой тоже мамы часто говорят, а как я могу сама, да, а что мне сделать самой, она, конечно, хороша в каком-то смысле, но она закрепляет все те же старые неэффективные стратегии. А сама почему? Потому что я не решаюсь попросить о помощи, или потому что я не считаю себя настолько ценной, что могу на себя выделить какой-то бюджет, или что никто не захочет мне помочь, да, то есть это вот история, закрепить себя я сама в тех же старых неэффективных стратегиях поведения. Настя, вот ты говоришь про то, чтобы для того, чтобы вот эта вот самоценность появилась, нужен второй человек, который тебе про эту самоценность расскажет, чтобы у тебя вот как будто бы глаза открылись. Но может ли быть такое, что вокруг тебя как раз такие люди, такое окружение, которые твою самооценку еще ниже плинтуса опускают? Вот на это стоит обращать внимание, и стоит ли вот каким-то образом от таких людей каким-то способом ограждаться? На самом деле, как бы мы ни хотели, мы социальные существа, да, и окружающие на нас влияют. Даже если это происходит незаметно, ну вот этот вот всем известный закон соленого огурца или свежего огурца, помещенного в соленую банку, то есть окружение на нас реально влияет. Но одно дело, когда в это окружение попадает, например, человек зрелый, и он может фильтровать, да, и отделять зерна от плевел, и другое дело, когда в этом окружении находится человек уже психологически раненый. Низкая самооценка – это свидетельство тех самых психологических ран, да, то сил подняться и противостоять или как-то в этом дозреть у него фактически не остается, да, шансов на это не остается. Поэтому, конечно, здесь стоит обратить внимание на то, с кем мы проводим время, можно ли как-то его лимитировать, можно ли кого-то исключить из своего окружения. А еще можно подумать о том, как в это окружение добавить тех людей, которые будут той самой поддержкой. А как в это окружение добавить таких людей? Тоже мне пишут, мама, я, допустим, приехала в новый город, никого не знаю, ни с кем не дружу, и вот, нет у меня такого окружения. Где его найти? Ну, к счастью, я думаю, что в наше время этот вопрос решаем, да, ввиду того, что есть разные онлайн-сообщества, да, есть всевозможные чаты, которые можно даже самим организовать, да, они могут быть посвящены каким-то интересам. Уже есть, скорее всего, какие-то форумы, какие-то женские клубы, мастер-майнды. Стоит, как говорится, погуглить, и, вероятнее всего, какие-то варианты можно будет подобрать. И вот мне еще нравится вот такое убеждение, что на все вот такие предложения надо отвечать «да». То есть там же даже где-то тебе кажется, что маловато сегодня времени, ребенок там чего-то вот не в настроении, вот надо идти. Если предлагают, то надо соглашаться, и тогда точно что-то новенькое и совсем другое в твоей жизни появится, так? Вспомнился фильм с Джимом Келли. Всегда говори «да». Супер-мама Катя обещала нам приготовить что-то такое простое, что, в принципе, любая женщина справится с этим рецептом и почувствует себя отличной хозяйкой. Такие идеи нам очень нужны. Привет, с вами Катя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это вот внутренний стержень Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok просто становится взрослым человеком, да, и наши мнения приобретают равное значение. Мое мнение ничуть не менее ценное, чем мамина, ничуть не менее значимое. Вот, кстати, еще ситуация, которую тоже мамы писали, как перестать сомневаться в правильности своих решений. Постоянные сомнения, причем постоянные сомнения о том, правильно ли я сказала, а вообще стоило ли мне начинать этот разговор, а интересно ли я собеседнику, или лучше надо было промолчать, а может быть надо было ответить как-то иначе. И вот эти, мне кажется, эти вечные сомнения в голове, они вообще последние силы у женщин забирают, и у них вообще никаких ресурсов уже на какие-то приятные для себя вещи просто не остается. Так и есть. Вообще, вот откуда эти сомнения берутся, они берутся из страха ошибки. То есть здесь нужно не с сомнениями бороться, а разрешить себе ошибаться. Потому что откуда берется этот страх принятия решений? Из того момента, что я с собой сделаю, когда я ошибусь. Да, то есть я не ошибиться боюсь, да, я не решение принять боюсь, а того, что я с собой совершу, как я себя там размажу. Наказание получается, да? Да. Если я вдруг ошибусь, и получается, что нужно разрешить себе ошибаться, и тогда это запустит череду решения. Потому что научиться принимать решения можно только принимая решения. Когда я себя от этого удерживаю, этот навык не формируется. То есть если я хочу принимать решения без ошибок, мне нужно делать это как можно чаще. Так же, как ездить на велосипеде, учиться танцевать, английский. Практиковаться, 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 принимать решения. И люди, которые принимают решения, они не делают безошибочные попытки, да? Они не идеальные решения принимают. Они просто принимают решений больше, чем среднестатистический человек. И поэтому у них есть больше шансов, наконец-то, сделать что-то успешно. Да, количество переходит в качество. Настя, вот этот ответ, он подойдет и к следующей ситуации? Большой страх начинать что-то новое. Начинается внутренняя тревога, паника, что будет ошибка, и ничего не получится. То есть то же самое, да? Ну вот хорошо, ты ошибся, у тебя не получилось. После этого, что ты должен себе сказать, чтобы себя не добить, а пожалеть, посочувствовать? Ну, можно представить, что бы я в этой ситуации сказала своему другу, своей подруге, сестре, человеку, который мне дорог, да? Нашел бы я для него слова, но вероятнее всего, да. Ну, он точно не сказал, ну ты тупица, все у тебя вечно из рук валится, за что ты берешься, никогда у тебя не получается. Уж точно нет. Да, это прям сложно представить, что такое будет, да? И вот то же самое перенести на себя, да, потому что я тоже не идеальный человек, я тоже приложил все усилия. Ведь на самом деле, если посмотреть на ситуацию объективно, скорее всего, вы старались, скорее всего, вы сделали максимум из возможного, да? И стоит себя в этой ситуации поддержать, да, встать на свою сторону, быть к себе добрым, для того, чтобы были силы сделать в следующий раз еще раз попытку. Даже есть исследования, которые во Франции, по-моему, его проводили именно на родителях и исследовали вот эту вот способность к самоподдержке. И выяснилось, что родители, которые умеют быть на своей стороне, с родительством справляются легче, получают больше удовлетворения от этого процесса. А очень критичные к себе родители, конечно, чаще выгорают, испытывают массу неприятных эмоций, тяготятся родительством. Очень крутая мысль, и я тоже это замечаю. И вот хочется вот в конце программы прям пожелать всем родителям подобрее к себе относиться. Потому что ты вот когда на себе эту доброту практикуешь, оказывается, что ты и к людям, и к собственным детям тоже можешь относиться к сочувствиям, и как это вообще мир вокруг становится лучше. Спасибо тебе, Настя, за эту информацию, и пусть у тебя все будет хорошо. Взаимно. Теперь вы знаете, какие условия нужны для того, чтобы появились внутренние опоры. Это любовь, внимание и сочувствие к самой себе. С этого нужно начинать. Это была программа «Мамина школа». Ставьте лайк нашему проекту и подписывайтесь на наш канал. А мы увидимся с вами ровно через неделю.